Я хочу помочь представителям Муфтията Даниил Умалатуласи. Уважаемые братья, я вас всех приветствую. Желаю мира и милости Всевышнего Аллаха. Так как сегодня здесь сказали, попросили также обратиться, я бы хотел не столько перед вами выступить, а хотел бы пообщаться, побеседовать на те насущные вопросы, темы, которые сегодня у нас возникают в обществе. Я бы хотел, чтобы мы сегодня здесь, находясь, чуть-чуть откинув, может быть, всю эту суету, которая у нас в голове, в телефоне и так далее, и мы чуть-чуть призадумались о некоторых вещах, которые очень сильно могут повлиять на нашу жизнь, могут повлиять в том числе и на жизнь нашего общества в целом. Дело в том, что сегодня нас целенаправленно отвлекают от тех проблем, которые сегодня существуют. И мы сегодня просто ведем такую жизнь, в которой просто нет возможности задуматься, на самом деле, к чему мы идем. Что я хочу этим сказать? Вот сегодня все, если посмотреть статистику того, как на айфоне есть это, экранное время называется. Если человек посмотрит, он увидит, что более 15 минут перелива нет между тем, как человек поднимает, опускает телефон. В то время как человеку для размышлений, чтобы он перевалил информацию, ему необходимо как минимум 23 минуты. Но человеку не дают такую возможность, напрочь отключена аналитическая часть ума, человеку думать не дают. Сегодня есть определенные вбросы, информационные вбросы. Мы сегодня видим, как человеку вгоняют ту информацию и преподносят ее именно в той форме, в которой нужно ее преподнести. Вот, к примеру, я провожу такой эксперимент, когда я встречаюсь с учащимися, с школьниками, но сейчас более взрослые поколения так не отвечают, так не думают. А вот молодежь, которая сегодня, они 100% все отвечают именно так, как мне это нужно. К примеру, я задаю вопрос. Представьте себе, говорю, есть дагестанец, который убил 100 человек. Я говорю, этот человек для вас кто? Какой он для вас? Всех один голос говорит, он плохой человек. 100 человек же убило. Я говорю, а если это ветеран войны, который убил немцев, защищал свою родину, свою землю, свой народ? А, ну тогда хороший. То есть человек не задается вопросом сегодня, именно к этому сегодня приведена молодежь, потому что человек не задается вопросом, подожди, что за 100 человек, при каких обстоятельствах они были убиты, что там и так далее, и так далее. Ряд вопросов. Это у нас учит, любой из нас, наверное, проходили мухтасах. У Сулудин, хадису-кодси, у своих имамов. Там в конце есть один такой вопрос, принимается ли иман мукалита. Мукалит это человек, которому мама, папа сказали, вер в Аллаха. Он верит этому. И вот ученые разбирают вопрос, иман этого человека принимается или нет? Ученые разногласия есть среди них. Одни говорят принимают, другие говорят не принимаются. Мы придерживаемся мнения того, что этот человек является грешником за то, что не потребовал довода. Почему? Потому что если сегодня он поверил просто тому, что есть Аллах, без довода, то завтра он поверит тому, что вот какое-то дерево или солнце, которое появляется, оно тоже является Аллахом или Богом. То есть это вот как раз и говорит, сама религия, сам пророк Мухаммад, мир и благословение, они учат нас тому, чтобы мы критически относились к информации. Нет, не отказывайся. То есть ты, джагиль, не знающий человек, это кто? Это тот, кто стоит посередине. Чтобы сказать да, он требует довода. Он говорит, а что это подтверждает? Чтобы говорить нет, тоже нужны аргументы и факты. Поэтому сегодня нас приводит к чему? Сегодня преподносится информация именно в той форме, в которой вы должны будете подумать. Вот я спросил этот вопрос этих учеников, про этого дагестанца, который убил 100 человек, именно с той целью, чтобы они подумали о нем плохо. Я не соврал, я правду сказал, но я преподнес ее так. Сегодня вот такое чуть смутное время, поэтому хочется сказать, чтобы мы в отношении наших алимов, в том числе муфтията Республики Дагестан, мы знаем, очень много негатива пытаются преподнести. И сегодня человек не хочет разбираться, увидев это в Инстаграме, увидев это в других каких-то социальных сетях, он не хочет куда-то полезть, посмотреть исходное видео, откуда это вырезано, в каком контексте это было сказано и так далее. Никто не хочет разбираться. Он просто берет ее и воспринимает эту информацию, какая она есть. Давайте приведем пример из жизни пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Вот представьте себе, когда он сделал вот эту ночь мираджибу, он переселился из Мекки в Иерусалим, в Иерусалиме совершил намаз со всеми пророками и посланниками, оттуда поднялся выше семи небес, увидел рай, ад, прошлое, будущее, настоящее, все, что Всевышний Аллах невиданное показал ему. В эту ночь ему вменил обязанность намаз и его уме, обратно вернулся и на следующий день рассказывает своим последователям, Мекканцам, рассказывает о том, где он побывал и что он увидел. В это время смеясь над ним, в том числе его враги предстали перед ним и говорят, подними одну ногу, он поднимает, он говорит, подними вторую ногу одновременно, он говорит, я не могу. И вот так высмеивает перед всеми и говорит, если ты не можешь здесь обе ноги поднимать, как ты говоришь, что ты был на Мираджи, как ты говоришь, что ты был в Иерусалиме. На этом же месте очень много было людей, которые отошли от ислама. Как преподнесли? В чем была проблема? Проблема была в убежденности, в вере пророка и убежденности в том, что он пророк. Проблема была в том, что они не знали, кто такой пророк. И вот те, которые засомневались, побежали к дому Абу Бакра и спрашивают, Абу Бакар, пророк говорит вот такие вещи. Он говорит, если об этом говорит пророк, значит, это правда. Если он скажет еще более невероятное, я это тоже оправдаю, это тоже будет правдой. Так что же склонило Абу Бакра оправдать слова пророка и его действия. Искренняя, истинная любовь, убежденность в том, что он пророк, именно это. И сегодня как раз таки нам нужно работать над нашими убеждениями. Нам надо работать над нашей искренностью в наших наставниках, в наших учителях, в наших муалимах, имамах, в пророке, в исламе и так далее. Потому что сегодня смутное время. Над этим надо работать не только нам самим, нам надо работать сегодня с подрастающим поколением и укреплять в них тоже эти убеждения. Поэтому здесь же еще один момент скажу, на который нам нужно обратить внимание. Сегодня в моде, в тренде среди молодежи это читать светские книги. Я так говорю светские, но имеется ввиду светскими учеными написанные книги. Есть бизнес книги, есть для личностного роста книги, но разные книги есть. Многие ребята начитавшиеся книги начинают конечно и умничать, начинают и учить других. вот когда вникаешь, проникаешься, понимаешь, что на самом-то деле, я не говорю их не читать, я говорю к тому, что вот эти книги, они направлены на то, чтобы была продажа, надо их продавать. И люди извлекают нас из истин, которые на самом деле были и которых мы сегодня не придерживаемся. Они эти истины в этой книге пишут, преподносят и говорят, именно цепляют что? цепляют хочешь быть успешным человеком? Вот молодой человек сегодня его что цепляет? Он хочет сегодня быть миллионером, он хочет летать в Дубай, он хочет здесь Майбах, он хочет там, я не знаю, у него столько всего в голове. Почему? Потому что именно такую жизнь сегодня представляют молодежи. Он другую жизнь не представляет. Нет, такой жизнью жить можно ли по исламу? Можно жить, но это не является целью. Это лишние инструменты, машины, дом и поездки, это все должно быть твоим сопутствующим к главной цели, к которой ты идешь. Но для нас сегодня вот эти вещи стали смыслом жизни и мы сегодня стремимся только лишь к ним. И на пути к ним человек не смотрит на то, что он наркотик продает, он кого-то обманывает, он аферу проворачивает, он кому-то притеснение делает, как здесь говорилось ранее. человек на эти вещи уже в этот момент не смотрит, потому что он перед собой смыслом жизни поставил эти вещи. И вот что хочется сказать, вот в этих книгах к примеру говорится, когда, говорит, ты утром встаешь, если ты, говорит, рано будешь вставать, жаворанком будешь, ты, говорит, будешь извлекать пользу, говорит, от этого мира. В то время как мы из ислама, с точки зрения ислама знаем, что человек, когда после утреного намаза не ложится спать до восхода солнца, Аллах дает ему материальные и духовные блага. Этот человек, ты, в книгах это пишется, ты, говорит, медитируй, иска и контролируй, говорит, каждый свой вдох и выдох, думая о позитивном. В то время как пророк, алисаляту асаляму, говорит, учесть каждый наш вдох, выдох, каждый наш шаг, каждое наше слово и так далее. Ты, говорит, каждый день, пиши с утра благодарность людям, тем людям, которые тебе сделали что-то хорошее. Пиши, говорит, спасибо, в блокноте, где ты и так далее. В то время как нас учат читать аль-хам, проявляя благодарность иущим Аллаху, в то время как нас учат быть благодарным другому человеку. Но мы эти советы, которые исходят из религии, которые исходят от пророка, алисаляту асаляму, и которые содержат в себе именно вознаграждение за соблюдение этих условий. Мы нет, мы отбрасываем и следуем по другому пути. Потому что вот эти советы, которые даются во всех этих книгах, которые мы читаем, они направлены именно на утечение твоего нафса. Потому что ты изначально ставишь цель совсем другие, иные цели. Поэтому, если мы будем на сегодняшний день придерживаться во всех аспектах своей жизни, разницы нету, чем ты занимаешься. Ты военный, ты, я не знаю, выходишь в море, моряк, ты строитель, кем бы ты ни был, нет уже такого, что перед раем написано, в рай строитель не войдет, или моряк не войдет, военный не войдет. Самое важное, чтобы ты укреплял свою веру. Самое важное, чтобы ты следовал, где бы ты ни находился, тому, что нам велит Всевышний Аллах, остерегался от того, что Он нам запрещает. А вот это, чтобы знать, этому нас сегодня учат наши имамы. Наше спасение сегодня быть рядом с этими людьми, быть на связи с этими людьми и во всех своих вопросах, которые возникают по жизни, советоваться с ними. Пусть Аллах всеми даст калфет, баракул за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok